приветствую всех дорогие друзья с вами черный металл в игре the world и так это у нас будет такая вступительная так сказать серия объясню покажу чудака к чему персонажика я он как крутится может а ну-ка повтори жалко не смог ладно давайте начнем играю на самом высоком уровне сложности здесь есть их низкий средний высокий сколько помню игре их поменять нельзя это хорошо что ж по поехали это предыстория игры здесь к сожалению зуб пришлось вырубить такая здесь музыка играла которую вообще нельзя выключить ну ладненько так вот едет чувачок сестреночкой своей давайте посмотрим и лошадка ковыряет шмякс почему ты мне не сказала тысячу кровью ох это просто царапина надо ехать ты упала в омрак туда может попасть инфекция если ее не обработать это про рано поехали дальше пожалуйста они нас не найдут таком урагане те надо отдохнуть попробуй с импровизировать голос ни разу что еще толком не пробовал забавный опыт будет так здрасте дяденька думаешь тебе удастся убежать от меня как то так в доме пусто мы можем там заночевать киро орать не буду давайте посмотрим начальную заставочку several mount лета несколько месяцев спустя что как то так за перевод английского мне убивать не надо пожалуйста приходя мне больно он беги расскажу все деревенскому старость где мне найти старосту а ты этот охотник за наградами а немного у вас осталось стал мантия немного ну что ж любуйся на такую диковинку пока можешь а то я скоро уйду уеду старость скоро будет здесь они нашли еще один труп я подожду твоя сестра жива приходи в там он на 2 недели жатвы жди нас мы сами тебя найдем наберись терпения никто не пострадает вот и жатва началась хороший будет урожай в этом году хорошие жаль не все смогут порадоваться этому вместе с нами а это староста ты деревенский староста да я слышал о трупах где это произошло мы нашли тела неподалеку от развалиншек севера отсюда еще двоих людей до сих пор нет ты был когда-нибудь в этих развалинах нет и без того слишком много смертей это проклятое место уж поверь мне не нужен проводник я хочу попасть туда до заката пожелаешь но был бы разумнее переночевать и подождать до рассвета у меня мало времени графика здесь не дальше я не пойду и дальше не по люди сам по прямо к воротам так ты боишься этого места и христиане солдаты с тех пор как но мы ушли на север этот храм заходит только в ромы тогда возвращайся в деревню ты свое дело сделал вот то пожалуйста открывается дверка так что это за игра это у нас сейчас я звук включу секундочку ну что ж дорогие друзья звук вроде настроил так 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 же это у нас а общая панель вот есть так у нас тут чего магия активная огненная стрела это у нас повышение заклинания стало 50 было 30 ох не хило так но и маны возросло на десятку это снижение маны на двадцатку ну ладно фиг ты с ним подойдет текс как тут нажмите пробил чтобы открыть ворота пройдите через них ладно прошел бить и всех громов находящихся в храме используйте левую кнопку мыши для ведения огня окей ой это была правая кнопка мыши царем бывает перепутал кнопки но удачно так чё у нас здесь у тебя пробел это брать понятно так а здесь что это отмычка ну ладно факел let's have a look let's see а что-то там и открыть так открываем мы на пробел надо потом будут переставить на что кожаный шлем защита от оружия у меня шлема нету да а уже есть бонус защите от огня 6 . 4 кольца можно прикольно кожаный колчан урон рубящим оружием 713 а у меня 812 ладненько заберем чуть еще есть погрызть так так прошло игра отмычка сломалась так как-то уши не уронит вообще еще секунду а нашел так взлом замков и и и и и и так и хп качнем и тогда силу воли чем могу поднять нет не могу чтобы еще мне плавание верховая езда нафиг нужно лук на то что грязный трюк ладно возьму вот это вот фиговинку пусть будет так этому все из расходу этому все из расходу за теперь откроем отлично о доспех хороший хотелось бы верить в это так здесь насколько я пусть меч ой пятый уровень уже нифига себе вы прикалываетесь 10 сил а пятый уровень очень попроще можно было мне дать начале игры то совсем совесть не имеют бревна нельзя собрать ну ладно игра помесь ведьмака 3 готики и обливину хотя скорее всего не обливина скайрима больше скорее обливин где-то вот что-то средний между ними так давайте-ка ворот откроем ладно поцелуем двери пойдем обратно так сохранится ладно потом сохранимся сейчас надо пойти побеседовать с этим чувачком и здравствуй я же просил тебя не ходить за мной что ты здесь делаешь я послал старейшина хотел отдать тебе плату на тот случай если ты не вернешься в деревню какой-то статьи не должен туда возвращаться когда ты ушел кому пришли какие-то люди они искали тебя люди много поподробнее да поскорей это были воины сильные неприятливые один из них остался чтобы дождаться возвращения очевидно старейшин решил что я не захочу встретить с этим человеком избегу какая щедрость его стороны хотя скорее даже расточительность это почему же там откуда я родом никто не платит по собственной воле нет по и в талмоте ценим хорошую работу похоже что мне еще многое предстоит узнать от талмоте ты пойдешь со мной но как же тот чужак он должен был прибыть сюда давным-давно это твой друг нет но у него есть то что я ищу уже очень давно скажи друг где его могу найти медленно они говорят хижине к югу от деревни мэр предложил ему пристань еще получше но отказался господи то они медленно говорят то быстро фиг поймешь расскажи мне все что ты знаешь талмоте пять лет назад власти пришли скельдин и с тех пор дела пошли плохо теперь си деревенск деревне отрезаны друг от друга вы поэтому наняли меня вместо того чтобы позвать стражу эльдор скеллан глава дома скельдин думает только повстанцев а мы научились решать дела самостоятельно на дорогах я не видел ни одного патруля стражники боятся повстанцев ульдер карла хочет вернуть все власти а его клан контролирует горы ты не боишься ворк я никогда их не видел наш бич гром и разбойники но дом скейдин даже хуже разбойников они отправляют шахту всех кого подозревать поддержки повстанцев какие повстанцы кто такие когда ультра карта был предводителем талмонта но иди короля эмриса заставил его уступить власть тому скельдин это было пять лет назад мы думали что больше не увидим его на пять лет назад он вернулся потом появился слух о том что лорд скельдин организовал заговор против самого короля в этом слухе хотя бы есть доля правды что мы простые крестьяне можем знать о том что происходит при дворе но я скажу тебе так альберт скельдин неоднократно доказывал что заботится только богополучий своего дома мне пора идти будь осторожен дорогие друзья так простите проверил звук текст надо факел убрать ай инвентарь ну как обычно ничего такого нового нету так сохранимся сразу то мне этот авто сейф как-то немного напрягает так чё я хотел вообще да немножко поигрешка давайте я вам немного покажу тут а то на заставке тут как бы золототысячник к чём не дает она то приближение камера золотый тысячник ловкость на 1 действует постоянно начинать собирать а чё здесь интересного алхимия здесь очень сильно напоминает алхимию моровинга старого скайрима то есть здесь вы можете очень много сварить зелий то есть берем вот так берем вот так это нельзя больше травок что не то вы издеваетесь вот я могу с этого чего не сварить чё сварю не знаю пока трогать не буду тут алхимию сначала прокачать а потом уже думать что варить просто так на бум конечно можно поварить но эта фигня получится хотя и так фигня получается травки здесь начало помню по этой игре что то что постоянно действует это надо собирать и только использовать при прокачанной хорошо алхимии так давайте-ка посмотрим для начала отвечу еще нашел такие мои у надо переставить управление так это у нас патурина две минуты вот эти вот эффекты которые длятся от патурина остальное фигни вот такое неважное зелье давайте сейчас посмотрим чё я нашел грибочек увеличивает жизненную силу на 2 вот давайте сейчас с патуриным смешаем чё сварим мы сварили новое зелье сохранить формулу это на что жизненная силу на 1 лечит силу на 2 афиг длится 2 минуты на 0 секунд то есть мы сварили новое зелье то есть зелье здесь дорогие друзья варятся так как вы хотите то есть вы сами можете составить рецепт зелья насчет постоянных эффектов я точно не помню в этой игре сильно не разбирался поводу самой карты игры это открытый мир здесь вы можете бренькаться шататься куда вы хотите вот мы здесь вот открыли такую территорию небольшую вот пожалуйста вам карта мышка подключивать царя здесь ледники здесь то около каждой как правило локации есть вот такой телепортик опа а он не работает до зашивись а почему не знакомец который спрашивал в тени сталмон там никогда не видел таких доспехов мне пора идти так телепортно здесь как-то по-другому активируется но да ладно камень телепорта на ракопа им дадут фиг его знают волки мертвые а да помню если вы вот просто тут персонаж стоит примеру и вы побежите его спасать когда он будет мечом махать ребят никогда этого не делать он вас пришибет раньше чем других то есть здесь удар меча неважно свой вы или нет если он по вам попадет ударом меча он вас убьет ну либо и не убьет а покалечит установку помню меня убивали чего-то улы перестал играть как бы что-то я как-то здесь пытался защитить нескольких человек и мне пару раз грохнули тут что-то видел можно было собрать фиг там ладненько что же давайте хоть кого-нибудь найдем еще вдобавок по поводу животных я не помню они здесь вроде не респится но их здесь довольно таки большое количество также когда убиваете животное на его месте ночью появляется призрак то есть можно потом добавок еще и призрака грохнуть то есть он волков убил ночью потом появится это что там бегает ну и фига себе вот медведями только не хватает вот он маленький что-то мне как-то не охота с ним связываться я конечно понимаю сложный уровень поставил ха-ха-ха я чувствую в этом пожалею да ну да не удивился бы я еще цветочек а нет нифига попробовать можете его завалить еще один медведь ты ёпером то театр сколько тут я думаю это глупая идея ну давайте ладно напоследок попробуем завалить медведя а смотри какие тип крутые завалили радаро кистера тратара тра 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 тта тта а он отстал сейчас так хочу вниз график дома коррекция дальности вроде все нормально что же дорогие друзья это была ознакомительная версия этой игры довольно таки приятная игра фпс у меня здесь 240 ну да ладно проехали я про фпс промолчу игра да довольно таки согласен старая не спрашивали кстати говоря почему еще сыграю в старые играетесь новые игры какие и хоть напишите посмотрю может у его счет идите сюда зелья маны выпили это и оружие соберешься брать дядька больно пускают ночью нормально так текст больше никого нету это хорошо ладно мана накапливается вижу здесь еще помимо на умнее с лечения зелья так что нормально пока все давайте тут пробежимся ну насчет природы как я вам скажу насчет графики но она более или менее нормально по моему мнению как же вы меня все достали хотя бы по одному можно порубить вот если она будет так стаями бродить фиг я че убью тут чуть-чуть насобирал то вообще так сердце волка жизненная сила на 10 и клык вепря силу на 8 чего мне еще и ограничения повесили что это веселуха ладно так как то тоскливо даже емая и 3 3 3 5 вес тут у чего пишется то каждого этого что ж дорогие друзья ознакомительную серию пожалуй на этом закончу кому понравилось ставьте лайк комментарии проставляйте под видео на ютубе. Сам был черный металл. А, да, кстати, еще забыл добавить. Я здесь использую несколько графических модов. Но это вы можете их найти и так. Но они и так, вот только с тенями небольшую разницу делают. Да и все. Потом еще посмотрю. Если у вас какие-то есть конкретные моды под эту игру, вылинкуйте. Посмотрю. Вот на тени я, в примеру, поставил моды. Ну, довольно-таки, ну, по-реалистичней смотрится. Согласен. И дорога такая более-менее нормальная, реалистичная. Ну, не реалистичная, а так. Более-менее красиво смотрится. Ну, что ж. Как говорится, кому понравилось, ставьте лайк и комментарий, а просто ставьте под видео. Ну, это и сами будет черный металл в игре Two World 2. Ну, продолжим наш путь уже в следующей серии. Всем удачи, дорогие друзья. Всем пока.